Лайкинг новостной ленты Instagram. В новостной ленте у нас отображаются те люди, на которых мы подписаны. Инвайтбот лайкает и просматривает посты, постоянно напоминая о вас. Ну это дополнительный источник трафика. Увеличивается активность на вашей странице, так как некоторые пользователи обязательно зайдут на вашу страницу и взаимно будут лайкать ваши посты. Самое главное, что это задание увеличивает конверсию в подписку при масс-фолловинге. Лайкинг новостей позволит вам постоянно напоминать о себе тем пользователям, которые на вас взаимно не подписались. Ну там по разным причинам. Может быть человек был занят и так далее. Важный момент. Другие сервисы автоматизации работают на API. Вы им передаете данные от вашего аккаунта. При таком продвижении вы можете потерять аккаунт навсегда. Отложенный постинг в сервисах тоже может повлиять на бан. Перед использованием InviteBot для лайкинга новостной ленты, для может быть масс-фолловинга и остальных заданий выйдите из всех сторонних сервисов. Потому что InviteBot не использует API в соцсети. Соответственно, соцсеть будет думать, что вы работаете за компьютером, лайкаете, подписываетесь и так далее. Итак, что касается лимитов. Актуальные лимиты всегда будут в описании под этим видео. Эти лимиты будут постоянно обновляться. На данный момент для нового аккаунта каждый день ставьте не более 25 лайков. Для молодого аккаунта, это от 3 до 6 месяцев, каждый день не более 50 лайков. И старый аккаунт, это тот аккаунт, которому больше одного года, каждый день можно ставить не более 100 лайков. Конечно, вы можете превышать эти лимиты, но для надежной работы используйте рекомендованные лимиты. Для работы этого задания заходим в InviteBot, раздел Аккаунты. Я нажимаю на значок Инстаграма и видим, что у меня на данный момент нету профилей браузера Инстаграма в InviteBot. Нам необходимо его создать. Для этого нажимаем плюсик. Указываем название аккаунта, социальную сеть, Инстаграм. Антикапча нам не нужна. Указываем прокси, если это необходимо. Что касается основного аккаунта в Инстаграм. Мы авторизуемся в браузере InviteBot, так же как это мы делаем с браузеров, допустим, Google, Chrome и так далее. То есть данные от своего аккаунта вы не передаете InviteBot, вы просто авторизовываетесь в браузере. InviteBot работает как человек. Соцсеть будет видеть, что вы вручную лайкаете новостную ленту с родного IP-адреса. Если у вас много аккаунтов, то используйте прокси IPv4 типа SOX5. На один аккаунт Инстаграм используется одна прокси. Ну, например, если у вас три аккаунта, один основной, а два дополнительных, то для основного аккаунта прокси не нужно использовать. А для двух дополнительных, конечно же, они нужны. На каждую прокси сажаем всего один аккаунт. Если InviteBot у вас установлен на удаленном сервере, то обязательно используйте прокси для всех аккаунтов, включая основной. Прокси нужно покупать той страны, в которой вы находитесь. Итак, давайте повторим. Если InviteBot установлен на компьютере, если у вас всего один аккаунт, допустим, основной, то прокси вам не нужны. Здесь указываем название, но если у вас будет несколько аккаунтов, лучше их нумеровать, то есть 1, 2, 3, 4. Я поставлю номер и укажу название аккаунта. После этого нажимаем кнопочку «Сохранить». Если вы забыли что-то сделать, вы можете вернуться в настройки данного аккаунта, изменить название или указать прокси. Также есть настройка применения для остальных аккаунтов, но так как в Инстаграме мы указываем одну прокси на один аккаунт, то здесь она вам не пригодится. Так как мы ничего не меняли, нажимаем кнопку «Отмена». Итак, если вы ранее не авторизовывались в браузере InviteBot, то необходимо это сделать. Нажимаем на значок Инстаграма. Далее нажимаем кнопку «Войти». Указываем номер телефона, имя пользователя или электронную почту. Я обычно указываю имя пользователя. Пароль. И нажимаем кнопку «Войти». Обязательно сохраняем. Обязательно нажимаем здесь кнопочку «Сохранить». Ну, в данном случае у меня появилось «Обновить», потому что я ввел неправильный пароль. Здесь тоже нажимаем «Сохранить данные». Если здесь мы не нажмем кнопку «Сохранить», то придется каждый раз вводить данные для авторизации. То есть зачем это нужно? Лучше сделать это сразу. Итак, в браузере InviteBot мы можем делать все. Публиковать посты. Нажали сюда. Можно вот так вот уменьшить. Нажимаем кнопку «Далее». Здесь пишем пост, добавляем хэштеги. Ну, все как и обычно. Нажимаем кнопку «Поделиться». Все, пост будет опубликован. Также, если мы зайдем в новостную ленту, нажмем на «Самолетик», то перейдем в переписку. Здесь нажимаем «Не сейчас». Итак, вот наша переписка. Также мы можем редактировать профиль. Все, мы авторизовались в браузере InviteBot. При повторном открытии видим, что наш аккаунт открывается. Лучше всего браузер закрывать в самом InviteBot. Нажимаем сюда на крестик. Все, браузер закрылся. Итак, чтобы нам запустить лайкинг по новостной ленте, выбираем «Задание». Сейчас у меня здесь одно задание, но в скором времени появятся дополнительные. Выбираем лайкинг новостей. Заходим в «Настройки». В «Настройках» мы, в принципе, меняем только количество лайков на публикации. Случайную задержку между действиями не обязательно менять. Так как у меня аккаунт уже достаточно старенький, ему больше года, я укажу 100. Но давайте еще раз повторим. Если у вас аккаунт молодой, от 3 до 6 месяцев, то указываем не более 50 лайков. Если у вас новый аккаунт, ему может быть несколько дней, недель, то указываем не более 25 лайков. Я сейчас укажу 2, чтобы мы увидели, как InviteBot завершает работу. Нажимаем «Сохранить». Запускаем задание. Итак, InviteBot начинает свою работу. То есть он будет работать как человек, листать новостную ленту и лайкать публикации. Так как мы в «Настройках» задания указали 2 лайка, то он поставит сейчас 2 лайка, завершит свою работу. Если вам мешает браузер InviteBot, то открываем приложение InviteBot и снимаем вот эту галочку. Видим, браузер у нас исчез. Чтобы он опять появился, нажимаем сюда. Все, он опять появился. Итак, видим, задание выполнено успешно. То есть InviteBot поставил 2 лайка и завершил свою работу. Также здесь мы можем настроить расписание. Подробный урок по расписанию для Инстаграма будет отдельно, но всегда можно посмотреть урок для ВК, либо Телеграма. Ну и здесь я покажу. У нас есть режим расписания ручной и автоматический. То есть если мы хотим, чтобы наше задание запускалось в определенное время, то нажимаем автоматический, указываем это время. Ну, например, 7.05. Здесь мы можем указать самое позднее время остановки. Это, ну, пускай будет 23.50. Итак, список заданий в расписании. Нажимаем плюсик. И здесь выбираем наше задание. Лайкинг новостей. Если в личном кабинете вы привязали бота для Телеграм, то в него будут приходить уведомления. Ставим галочку в данном случае и нажимаем сохранить. Итак, расписание у нас сразу же запустилось, потому что у нас было указано время, да, 7 часов. А сейчас уже 13. InviteBot увидел, что расписание не было запущено в нужное время и, соответственно, сразу же его запустил. Все, видим, расписание выполнено успешно. Итак, лайкинг новостной ленты это достаточно безопасный инструмент, но при работе InviteBot, либо при продвижении там вручную, вы можете получить вот такое сообщение. Это означает, что есть какие-то подозрения по поводу ваших действий. Если вы используете сторонние инструменты, то обязательно нужно из них выйти, чтобы это сообщение у вас никогда не появлялось. Итак, если все-таки это сообщение появилось, то я покажу, что нужно сделать, чтобы вы дальше могли, так скажем, спокойно работать, там ставить лайки и так далее. Открываем браузер InviteBot, заходим в наш профиль, нажимаем на шестеренку, выйти. То есть нам нужно перелогиниться. Нажимаем продолжить. Все, в большинстве случаев после этих манипуляций вы опять сможете ставить лайки. Но вам необходимо будет обязательно дать своему аккаунту несколько дней отдохнуть. В период отдыха не нужно делать никаких активных действий в нем, то есть публиковать посты, кого-то лайкать, на кого-то подписываться. Если это сообщение появится повторно, то необходимо будет вам также перелогиниться и дать аккаунту больше времени для отдыха. То есть, если первый раз это произошло, там несколько дней лучше отдохнуть, если повторно, то чуть больше. Ну и если у вас постоянно появляется это сообщение, не нужно ни вручную, ни при помощи InviteBot'а ставить лайки или подписываться на других пользователей, пока вы не поймете, в чем причина. Если у вас возникнут вопросы, пишите в техподдержку, ссылочка на техподдержку будет под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok